МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Старт корыстной инициативы. Сегодня у «Гомеля» отбылось у посаджения клуба «Молодые промысловцы». Вакцинация – самый эффективный способ. Распачался прием заявок от жадающих зарабить прищепку от COVID-19. Партизаны по лесу у Мазырском районе провели военно-гисторичную реконструкцию. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сегодня у регионе распачался деятельность «Клуб молодых промысловцев». У его составе 12 человек. Это представители 8 боевых предприятий. На протяжении года они будут проходить научения, которые позволят в будущем стать эффективными руководителями. Дмитрий Котов с подробностями. Идея створения «Клуб молодых промысловцев» в першиню прогучала летость подчас диалоговой плясовки экономики и бизнеса. Иниціатором выступил областный союз наймальников. Головная задача – выявить молодых лидеров, которые в будущем смогли працовать на посаде керевника. Идею поднимал старшиня Гомельска-Габал выконками Енаць Соловей. И он означал, что створение «Клуб молодых промысловцев» посприяет развитию эффективной кадровой политики в регионе. За несколько месяцев была распространена программа научения. Выработали общие подходы, идеи, определили направление деятельности, ту категорию лиц, с которыми мы будем работать совместно. Данный курс работы с этой категорией будет выстроен таким образом, что с ним будут работать психологи, будут работать управленцы, которые имеют значительный стаж работы в отрасли. У «Клуб молодых промысловцев» одобрали 12 человек. И они представляют 8 бойных промысловых предприемств в Гомельщине, керевники яких в составе областного союза наймальников. Программа научения различена на год. Подрыхтока будет житовляться по разных накерунках. Экономика, управление персоналом, развитие лидерских якостей. Занятки без отрыва от вытворчести. По три годины, один день на три тыдни. Продугледжены как вошны, так и завошны формат научения. У каждого предприятия есть резерв кадров, есть перспективный резерв кадров. Да, есть программы, которые бы нацеливали и готовили бы резервистов. Но все равно они узконаправлены. Здесь немножко более широкий подход. Здесь обучающая программа позволяет немножко шире подойти к вопросу подготовки кадров, нежели это осуществляют предприятия. По завершении навучания удельники клуба молодых промысловцев отримают сертификаты. Махчима не кожный за их зойми посаду керевника. Однако отриманные веды безумовно будут корыстными. Мы сюда отправили нашего работника, который является сейчас уже начальником цеха, он молодой, но состоит в резерве на более высокую должность. И мы видим, что необходимо повышать квалификацию и не вариться в собственном цепу. Есть у нас достойные, конечно, руководители на предприятии, но мы считаем, что надо получать знания извне побольше. Ничего аналогичного на региональном узроне пакуль не было. Но в Союзе наймальников спадяются, что вопыт окажется удалым и станет подставой для створения подобных объединений в других областях краины. Дмитрий Котов, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский областный совет депутатов за отвердил различенный наперед до 2025 года региональный комплекс мероприемств по реализации державной программы «Малое и среднее предпринимательство». Среди основных задач – стимулирование деловой инициативы, научение основам предпринимательства и популяризация приватной деятельности. Бизнес-тему протягнуть наши корреспонденты. Предпринимство «Спецславия» на экономической карте Хонецкого района заявилось 10 лет тому, коли батька и сын Борисенки у везцы Суткова драмантовали на поврозваленный будинок былой племенной станции. Сегодня это, напевно, самое буйное на Гомельщине вытворчивость по выпуску пальчаток и костюмов для работы при высоких температурах. Эта продукция поставляется по всей Беларуси, при чем вырабляется она головным чином зайчинных материалов. За межами набывается только брезент, выработку которого наши предприниматели еще не освоили. Об укладе товариства в экономику региону можно мерковать не только по отриманных грамотах и дипломах. Намесник директора Дмитрий Борисенко – депутат сельского и районного советов, удельник 6-го Всебелорусского народного схода. Каже, что когда у работе возникают некие проблемы, то с помощью мясовых органов улады и они завсюди выращаются. Что такое власть? Власть – это закон. Закон надо соблюдать. Хороший закон или плохой, он есть, он существует. Есть вопросы – садись, решай. Садись в стол делового. Сегодня, благо, создано много деловых площадок. Как говорит председатель располкома, мои двери всегда открыты. Есть вопрос – идешь, решаешь. Как озвучил президент на Сибелорусском народном собрании, то есть бизнес и власть должны идти вновь. Сегодня на предприемстве у Суткова працуют 16 человек, еще 12 на Мазарском филиале. За 10 годов склался с оправды профессийный коллектив. Такого понятия, как тякучесть кадров, тут нема у вуголе. Про необходности никто не отмолится выйти и у выходные. Правда, и зарплата тут в районных мерках совсем недренная. Я пришла два года назад, работаю здесь швеей, зарплата довольная. Сначала начинал на прессу, потом начал потихоньку заниматься, помогать мастеру. Помогать мастеру раскраивать костюмы, а потом сам тянулся и в основном делаю еще сам. У планах предприемника по ширине вытворчості. У минулого года набили и отремонтовали еще один будинок. Вокруг его створить гай, збероз, леп, дубов и каштанов. Для реализации этой мары, что год Дмитрий Борисенко планует высаживать не меньше, как 30 древ. При этом по ширине вытворчих площадь и добреупорядкование территории, не повпливает отмолвно на еще один бок деятельности. Оказание доброчин и допомоги тем, кто имеет уготем потребу. Я начинал с нуля, как простой. Грубо говоря, поддержка простых людей, кто чем мог помогать. Поэтому для меня и для моего напарника мы приняли такое, что определенный процент просто раздаем. Общество инвалидов, школы, больницы. Все, кто обращается, мы никогда никому не отказываем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Хуйницкий район. До инших тем. Семинар на тему особливости освятления протидения хандлю людьми провели сегодня у Гомели. На им собрались представники сродка массовой информации из всей в области. Им рассказали об актуальности проблемы и ситуации в сучасном свете. Особенно спынились на злочинствах, которые здесь снялись в нашем регионе. Так за минулый год были спынены два канала незаконного вывоза людей в замяжу – в Турцию и Китай. И шла говорка не только об внешней эксплуатации, а и про внутреннюю. В 2020 году было затримано около десятка злочинцев, которые примушали белорусских девочек до занятка в проституции. Хотелось бы осветить трудовую эксплуатацию, сексуальную эксплуатацию, а также вопросы детской порнографии, которые наиболее актуальны в настоящее время. В связи с тем, что более 90% детей и молодежи используют глобальную компьютерную сеть интернет. И это стало очень распространено и помогает педофилам находить себе новых жертв среди детей. Удельникам сустречи так само расповяли про деятельность Белорусского товариства «Червоного крыжа», которое оказывает допомогу охвярам гандлю и допомогает ротовать людей. В Гомеле можно будет сделать прищепку от COVID-19 всем желающим. На интернет-сайте Центральной городской поликлиники есть посылка об коронавирусной инфекции. В этом разделе указаны номеры телефонов всех медустанов, где можно записаться на прием до врача и прищепиться вакциной с подорожник ВИМ. Как только вакцина поступит, меркуется, что это будет у кроссовика, с пациентом свяжутся и запросить на огляд. Сирот лидеров Украины. На коллегии Галонного управления эдукацией Гомельского облаканкама подведены выники деятельности за минулый год, а так само вызначены селетние задачи. Регион по-раннейшему лекулепших в централизованном тестировании. В 2020-м возросла колькость отриманных стабальных сертификатов. Их 57. Добрые выники и на Олимпиаде по вучебных предметах. До речи, зараз команда в области рихтуется до заключного этапа. У составе удельников 230 человек. И у их лику не только школьники с буйных городов в области. Усючастей высокий уровень веда демонструют навученцы сельских школ. Добрые показчики у системы эдукации у первую чергу досягнуты, дякуючи зладженной работе наставников. Очень мощный педагогический персонал и потенциал учителей, методистов. У нас сильные педагоги, которые способны подготовить детей. Каждый год мы увеличиваем число учителей-методистов. Учитель-методист – особая категория, которая готовит педагогов, готовит молодых специалистов для работы с детьми, с одаренными детьми. Сярод основных задач для Галины, не связанных непосредственно с научальным процессом, организация вольного часу детей подчас каникулы и профилактика злочинности сярод неполнолетних. Депутат Палаты представников национального схода Вольга Крэч наведала войсковую часть 63-604 и повиншовала и военнослужащих с Днем оборонцу Айчины и Узброенных сил. Это одна у Беларуси воинская часть, якая займается рамонтом артиллерийского узброения любой складанности. Рамонт заховывания, обслуховывания и выдачи у войске ракетно-артиллерийского узброения и стрелковой сброи – основная задача особого состава. И он включает 220 человек, каля 50 из которых – военнослужащие. До речи, все лета войсковая часть святкуя юбилей. У липень ее исполнится 80 годов. На встрече с военнослужащими Вольга Крэч подкреслила значность их працы и выказала слова «подяки». Я хочу пожелать мужчинам прежде всего любви, спокойствия в их семьях. Я хочу им пожелать мужества, добра. Я хочу пожелать мира всей нашей стране. А мир зависит от вот этих замечательных мужчин, которые защищают нашу Родину. А кроме того, подчас сустречевой наслужащие отримали хоноровые грамоты и подарунки. Военно-гисторичную реконструкцию партизаны Полесся до дня барон Суайчины организовал Мазирский объединенный краезнавчий музей. Реконструкторы со столицы в везку Романовка приехали по запрошенній идейных натхняльников мероприемства Калинковицко-Мазирского клуба «Пошук». Мирное насельництво играли в учни 13-й школы Мазира, их батьки, а так само представники Центра творчасти детей и молоди. По сценарии на стоянце партизанского отрада у Полесских лесах хаваются жанчины и дети. Раптом нападают немецкие солдаты и начинаются боевые деяния. Под гуки автоматов и залпы гармат глядачы поспеют зарабить высновы. Кожная такая реконструкция – это же выпомник усим, кто 75 годов тому взмагался за перемогу на фронте и у тыля. Мы изображаем мирных людей, которые пытались помочь чем-то. Тем людям, которые сражались за нашу свободу, за мирное небо над головой. Партизаны – это те дети или взрослые, которые пробуют как-нибудь помочь военным победить эту войну страшную, то, что происходило. Чтобы было все хорошо, они помогают всем, как в чем можем. Униформистика – это отдельная наука про форму, про снаряжение, про то, что личные вещи, которые были у бойцов. Это понимание времени, понимание людей, их эмоций, их поведения. И попытка не скопировать, наверное, а вот побыть, как они хотя бы чуть-чуть. В полном случае мы в любом случае не можем, потому что мы не находимся в окопах, в землянках, не первый год уже. Мы не боимся потерять свою жизнь, свое здоровье. Но мы стараемся хотя бы отчасти почувствовать то, что чувствовали наши предки. Видовичную участку завершили узнагороджением героев на поле бою. А потом для всех – смачная солдатская каша, горячий чай и фото на память. Больше за все – аутентичная зброя, цикавить будущих оборонцов Айчины. Побачь, батьки и педагоги, какие от всей души спадяются, что гуки стрела у их дети и надалее будут чуть-чуть только на подобных реконструкциях. В Гомельской областной библиотеке имя Ленина пройшла презентация книги Михаила Дедауца «Журавліны Клин». Я ее промерковали до юбилея ветеранского руха у системе МУС Беларуси и Дня оборонцов Айчины. Письменники и журналист Михаил Дедауц – аутар восьми книг, выдаденных у разные годы. Многие его творы публиковались и у коллективных сборниках и часописах. Это замалевки и оповедания правыбедных девчон, ветеранов Великой Айчиной войны и органов внутренних справ, воинов-интернационалистов, героев ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС. Книга «Журавліны Клин» – саребранный лаурат Международного литературного конкурса «Золотое пяро Руси-2020» у номинации «Военно-патриотичное выхование». Под ее обложкой именно собраны, написаны мной рассказы о людях, которые прошли Великую Отечественную, Афганистан, Чернобыль, проявили себя в борьбе с преступностью в наши дни. К сожалению, многие ветераны, которые там есть, заслуженные, они уже ушли из жизни. Слава Богу, некоторые живые. И мы им вручили уже эти книги прямо на дому. Многие тоже герои получили свои книги с моим автоворогом. Но очень приятно, что в зале сегодня присутствует большинство из моих героев. Все лето ветеранский рух Министерства внутренних справ Беларуси святкует 30-ти годзе. На презентацию книги пришли ее герои, ветераны органов внутренних справ, письменники и представники громадских организаций. В Новой Гуте отбылся открытый областный турнир по дзюдо на призы управления Следующего комитета. Поединки проходили над татами с Дюшар-Хомельского района. На протягу 10-ти годов под эгидой УСК проходить доброчинный проект под назвой «Служить и оборонять». Традиционно его совмещают со спортивными споборницами сярод молоди. У центра уваги – одиноборствы, рукопашный бой, панкрацион, самбо и дзюдо. Под час церемонии открытия лепшие следшие отримали нагрудный знак «Служить и оборонять». Означили подарунками и лепших спортсменов. Всегда приятно поддержать молодых, талантливых, целеустремленных. Мы понимаем, какой-то титанический труд достигнуть такого уровня, даже такого уровня, который сейчас проводят участники этих соревнований. Поэтому всегда приятно поддержать таланты и частичку отдать и сердце своего, и какой-то материальной поддержке. Открытый областный турнир по дзюдо на призы УСК с поборництвы командные. За узнагороды в двух узростовых категориях взмагались спортсмены с Гомеля, Гродная и Минска, а так само господары – выхованцы с Дюшар Гомельского района. У старейшей узростовой группе перемогу святковала сборная Республиканского училища Олимпийского резерву. У молодшей – выхованцы с Дюшар Гомельского района. Гэты, а так само иншые новины, информацию об проектах телерадиокомпании Гомель, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Семь лет колонии общего режима. Суд Гомельского района поставил точку в громком деле. Летом прошлого года житель Добружского района в нетрезвом состоянии сбил двоих детей. Один получил тяжкие телесные повреждения, второй ребенок погиб. Мужчина свою вину признал. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Также к обвиняемым применены меры принудительного лечения от алкоголизма. Хотелось бы отметить, что ранее обвиняемый осуждался к наказанию в виде лишения свободы за совершение аналогичного преступления, в котором двое несовершеннолетних погибли и одному были причинены тяжкие телесные повреждения. Судом удовлетворены гражданские иски о материальном взыскании морального вреда потерпевших. Правоохранители напоминают о недопустимости нетрезвого вождения, выполнении правил дорожного движения, обязанность водителей и пешеходов. Сегодня утром на улице Советской в Гомеле образовался затор из троллейбусов. Цепочка растянулась от фабрики 8 марта до цирка. Сообщение о происшествии поступило в горы электротранспорт около 8 утра. Как выяснилось, на пересечении улицы Советской и проспекта Победы у троллейбуса сорвалась штанга. В результате повредился трос, удерживающий токопроводящую линию. Образовалось скопление троллейбусов по обе стороны Советской. Пассажиры покинули общественный транспорт. Некоторым пришлось пробираться через снежные заносы. Через 15 минут после приезда аварийной бригады движение троллейбусов было восстановлено. Обошлось без ущерба и пострадавших. Ремонтники заменили удерживающий трос. Шалость закончилась вызовом МЧС. В Гомеле спасатели помогли подросткам снять наручники. Молодые люди шутки ради решили примерить металлические браслеты. Услышали характерный щелчок, однако только после этого вспомнили, что ключей у них нет. Работники МЧС сняли наручники при помощи гидравлического оборудования. Состояние парней удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. До свидания. Дмитрий Лось, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. Сборная Гомельской области выиграла общий зачет юниорского первенства Беларуси по вольной борьбе среди юношей. Борцы из нашего региона завоевали 8 наград. Победителями в своих весовых категориях стали Иван Громык, Алексей Пархоменко и Анатолий Громыка. Также завоевано серебро и 4 бронзы. Девушки в итоговом протоколе расположились на третьем месте. Победительницей первенства в личных состязаниях стала Арина Мартынова. Кроме того, гомельские спортсменки выиграли одну серебряную и три бронзовые награды. В Полоцке состоялись Республиканские Олимпийские дни. Молодежи по дзюдо состязались юношей и девушке 2005-2006 годов рождения. Представители Гомельской области наград высшего достоинства не завоевали. Лишь в финалах уступили своим соперникам Константин Высоцкий, Станислав Барсуков и Никита Василенко. У них соответственно серебро. Также в активе гомельчан 6 бронзовых наград. В Гомеле стартовал 25-й международный молодежный турнир по боксу, посвященный памяти абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. Турнир, напомню, включен в календарь Европейской конфедерации бокса. Поединки проходят на ринге зала бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Несмотря на пандемию, в нынешнем году на мемориале Юкова вновь внушительное географическое представительство. Семь стран. Кроме белорусов, награды оспаривают боксеры из Испании, России, Казахстана, Молдовы, Киргизии и Узбекистана. Всего около сотни спортсменов. Большинство дружин приехали в сильнейших составах, в том числе и хозяева ринга. Турнир проходит на уровне, скажу, высоком. Особенно очень сильные страны, эти азиатские страны. И они сюда приехали для чего? Чтобы в апреле месяце будет состояться чемпионат мира в Польше. И все страны сейчас, кто смог приехать, ведут подготовку к этому событию. В том числе и наши боксеры. Победители турнира памяти Алексея Юкова станут известны 26 февраля. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.